Значит, прежде всего он сказал прорыв, причем не технологический, а просто прорыв. И это очень здорово, это вселяет надежды, потому что Проханов говорил о русском прорыве в свое время. И похоже, что это эхо вот этих идей. Необходимость ускоренного развития. И все слова очень правильные. Но мы же как экономист с вами понимаем, что это действительно необходимо. Да, конечно. И вы знаете, вот это вот чувство надежды, оно не покидает меня все 18 лет правления Владимира Владимировича Путина. Вот все 18 лет он говорит очень правильные слова. Очень правильные слова. Можно вспомнить, какие замечательные слова он говорил 6 лет назад, в 2012 году. И даже не просто говорил, а о формилах в майских указах, которые блистательно саботируются до сих пор. Вот Владимир Владимирович нам говорил про необходимые вещи. А ему уже ответил. Знаете, кто ответил? Господин Силуанов, который сказал, да, там социальные задачи, которые поставил Владимир Владимирович Путин, будут решаться в основном за счет денег региональных и местных бюджетов. Учитывая, что благодаря политике Силуанова у региональных и местных бюджетов денег нет, не было и не будет, пока Медведев премьер, по крайней мере. Понятно, что это означает, что саботаж будет продолжен. Так что слова хорошие, слова правильные, а что с ними будет, мы узнаем, когда будет сформировано новое правительство. Вот как раз о новом правительстве. Это, безусловно, вот на этой неделе одна из главных тем, это формирование нового кабинета министров и провокации уходящего кабинета, уходящего правительства в части налогового маневра. Разберем мы эти две темы по отдельности с Михаилом Делягиным. Начнем с той информации, которая нам стала известна из разных источников. Так, собственно, кто потенциально может войти в новый кабин, а самое главное, его возглавить. Нынешний глава кабмина, господин Медведев, хотел бы сохранить свой пост. Для этого он уже проводил вербальные словесные интервенции. Так, на прошедшем сочинском инвестиционном форуме он заявил, что только нынешний состав правительства позволит сохранить предсказуемость политики. Если правительство и парламент сохранятся в нынешнем составе в течение следующих пяти лет, то предсказуемость можно будет гарантировать. Желание и заявка обозначены, но так ли уверен господин Медведев в том, что сможет сохранить пост главы правительства, а заодно и обеспечить дальнейшее трудоустройство своим коллегам по кабмину. Совсем не уверен. Источники «Царьград Бизнес» утверждают, что премьер нервничает. Еще пару месяцев назад его шансы оценивались как 50 на 50. Сегодня его котировки пошли вниз. Абсолютное большинство осведомленных экспертов считают, что соотношение, сохранит или нет премьерский пост Медведев, 30 на 70 нет. Ничего не мешало вновь избранному хозяину Кремля обозначить сразу после своей убедительной победы имя нового главы правительства. Но он этого не сделал. Причины произошедшего называются разные. От нанесенного ему жесткого имиджевого удара, так называемого расследования внесистемной оппозиции, до конкретных ошибочных решений, которые принимались на уровне уходящего правительства. Главная проблема, которую не удалось решить Медведеву и компании, падение реально располагаемых доходов населения. При этом господин Медведев остается компромиссной фигурой для многих влиятельных групп и группировок во власти и бизнесе. Да, номинальный, но необходимый премьер для равного удаления влиятельных элит. Вместе с тем, сохранение господина Медведевым его кресла несет в себе серьезные риски в части его восприятия со стороны простых российских граждан. Чиновник, который прославился фразами «денег нет, но вы держитесь», «если мало зарабатываете, будучи учителями и врачами, идите в бизнес» и так далее, не воспринимается простым народом. Более того, любовь премьера к смартфонам и селфи уже стала притчей во языцах. Среди тех, кто может занять премьерское кресло, чаще всего называют имена Антона Войно, глава администрации президента, Сергея Чемизова, глава Ростеха, Татьяны Голиковой, глава Счетной палаты России, Дениса Мантурова, глава Минпромторга, Максима Орешкина, глава Минэка, Игоря Сечина, глава Роснефти и Германа Грефа, глава Сбербанка. Очевидно, окончательное решение исключительно за президентом России. Глава государства осознанно взял тайм-аут. Доверие со стороны граждан им уже получено. Важно не просто его оправдать, но совершить реальный прорыв в социально-экономическом развитии страны в ближайшие шесть лет. Для этого у России имеются необходимые ресурсы. Но главное, у страны есть лидер, который взял на себя всю полноту ответственности за судьбу страны и ее народа. Ну и безусловно, необходимо еще назвать одного персонажа, который резко активизировал свою деятельность в публичной сфере. Это господин Кудрин. Его также называют одним из претендентов на пост российского премьера. Что по этому поводу думает Дмитрий Делягин? Хорошая оговорка по фрейду прямо сейчас и узнает. Ну, Дмитрий Анатольевич Медведев может остаться. Это будет предсказуемость. Но, извините, это будет предсказуемость катастрофы. Потому что такие люди, как он, ничего кроме катастрофы, на мой взгляд, организовать не могут. Он это доказал многократно. А действительно, президент от него отстранился накануне самых выборов. Это было подчеркнуто и во время выборов. Так что сейчас его шансы сохранятся действительно до процентов 30. Но к маю все еще может перемениться, потому что мы видим многочисленные провокации сейчас против даже второстепенных участников премьерской гонки. Одного даже побили. Так что наиболее серьезные кандидаты сегодня почему-то не названный Собянин. И при всей моей к нему нелюбви, наверное, это было бы хорошим вариантом. Это был также компромисс? Это было бы компромисс между разными группировками, да. И это был бы вариант хороший просто с точки зрения организатора. Вайна, да, может быть. Кудрин, не может быть. Он еще летом опозорился со своей так называемой программой. И этот позор никто не забыл из людей с памятью чуть больше, чем в Ратино. Значит, Набиулина, которую ударно пропихивают некоторые люди в правительстве, нет, она останется, к сожалению, на Банке России. По крайней мере, на некоторое время. Она не досидит свой срок, надеюсь, скорее всего, но пока еще останется. А Шойгу, которого тоже называют, скорее всего, останется министром обороны. Потому что не время сейчас менять министров обороны. Когда только-только удалось избежать войны в Сирии. Там же под наши выборы должен был быть массированный американский удар. И как это дело разрулили, это отдельная тема. Это очень все сложно было. Но, тем не менее, разрулили. Да, и Тилерсен был жертвой этой договоренности. Вот. Голикова может быть, теоретически... Кого еще называют? Я забыл фамилию. Ну, там есть такие персонажи, как Греф. Забудьте. Просто забудьте. Потому что премьерный мистер должен решать и социальные задачи. Но у Грефа чувство социальной ответственности, как и понимание психологии других людей, ампутировано хуже, чем у Чубайса, на мой взгляд. Это невозможно. Или это будет очень быстрая катастрофа, быстрее, чем у Медведева. А Решкин, извините, он еще, так сказать, в Министерстве экономического развития, так сказать, не нормализовался. Но наши источники говорят о том, что этот министр все-таки сохранит свое кресло. Нет, он сохранит точно, хотя бы потому, что его недавно назначили, и он в явном виде не опозорился. Он не совершил катастроф. Он может даже надеяться... Хотя постоянно меняющаяся методология, уж простите, Михаил Геннадьевич, Росстата под ведомство его ведомства, это такой чудесный кульбит, я бы сказал. Значит, у него много кульбитов. И вообще говоря, кому хочется посмеяться, просто следите за деятельностью этого министра, который там промышленный спад объясняет теплой погодой. Но тем не менее, он останется. Но тем не менее, он останется. Но максимум он может получить вице-премьера, хотя непонятно, зачем и кому это нужно. Мантуров может тоже стать вице-премьером, но не выше. У него все хорошо. Значит, с высокой степенью вероятности уйдет Скворцова. Почти точно уйдет Соколох, министр транспорта, который, как показала история с Вимавиа, вообще ничем не управляет принципиально, ничего не контролирует. И вообще непонятно, делать он что-то, не делать что-то. Под боем сейчас Мединский и Васильева, но они могут сохранить свои позиции именно потому, что они слишком откровенно под боем. Что либеральная тусовка просто слишком сильно осуществляет против них провокации и этим себя, так сказать, засвечивает. Но вы не назвали еще одного ключевого министра. Кого? Который, по нашим сведениям, очень хочет все-таки уйти, это министр финансов Антон Силуанов. Куда он хочет уйти? Уйти из этого поста. Куда? Не знаю, в бизнес. Ну да, после доходов в 7 с лишним миллионов рублей в месяц и зарплаты почти 58 тысяч рублей в день, можно уйти куда-нибудь, например, в бизнес. После высказывания Медведева. Пойдите его в бизнес, это значит, пойдите вы в дальшем матерном положении. Но теперь, если вы министр финансов, идите в бизнес. Вот, но я не думаю, что его отпустят. То есть вы думаете, Силуанов сохранит свой пост? Он хороший, крепкий профессионал. Да, он делает совершенно фантасмагорические заявления иногда, которые вызывают здоровый смех, но посмотрите, он не вызывает к себе ненависти, такой, как Набиулина. Даже такой, как Скворцовы или Орешкин. Нет. Сейчас я вам приведу пример. Он нормально работает. Сейчас я вам приведу пример, который вызовет точную реакцию. Он же боролся за славу молодого Жириновского, когда его назначили. Да, это точно. Но, чтобы прежде перейти к новеллам Силуанова и Кудрина, потому что я все-таки считаю, они в связке определенные работают. Работают, конечно. И кто же там начальник, кто курируемый, а кто куратор, тоже еще вопрос. Но, скорее всего, все-таки предыдущий начальник является куратором нынешнего министра. Подытожу, Михаил Евгеньевич, если я правильно вас услышал, то, на ваш взгляд, ключевые кандидаты на построссийского премьера – это «Войно» и «Собянин». Голикова еще может быть. Но ключевые – «Войно» и «Собянин». «Войно», «Собянин», «Голикова». Много провокаций еще до майских праздников. И эти провокации могут изменить очень-очень-очень многое. И на самом деле и «Войно», и «Собянин» – это хороший вариант. К сожалению, ни тот, ни другой сами обеспечивать модернизацию не будут. Вернее, они могут обеспечивать модернизацию, но они сами по себе не будут менять социально-экономическую политику. Для этого нужно менять министра финансов или, по крайней мере, вице-премьера. Вы имеете в виду и Шувалова, и Дворковича? Ну, у Шувалова сейчас позиция плохая, откровенно. У Дворковича чуть получше, но тоже плохая, на самом деле. И нужно менять руководителя Банка России. Но, по крайней мере, и «Собянин», и «Войно» – они могут начать разговор о необходимости модернизации. Потому что вот эта вот замечательная риторика должна быть чем-то подтверждена на уровне конкретной государственной политики. Но сейчас изменения все равно будут точечные, непринципиальные. Смена социально-экономической политики после формирования правительства, даже если будут самые ангельские кандидатуры, ждать не надо. Потому что в представлении президента незачем. Ну вот как раз еще об одной новелле, собственно, новации, которую очень так красиво называют «налоговый маневр». И тех провокациях, которые сейчас на этой, кстати, деловой неделе очень активно обсуждались, якобы 21 марта прошло совещание у премьера Медведева, где предлагались разные инициативы от того, что, например, увеличить НДФЛ с 13 до 15 процентов. Это все-таки не прогрессивное налогообложение, а сохранение плоской шкалы, отмена льготного НДС на продукты питания и лекарственные препараты. Но и вы все знаете, что есть еще один пункт. Это так называемый маневр 22 на 22. Подробности в нашем материале. Не мытьем, так катанием. Федеральный Минфин использует все возможности, чтобы протолкнуть свои налоговые инновации. Весь прошлый год Антон Силуанов ходил вокруг деокола утилизационного и экологического сборов. И, кажется, придумал, как обобрать, если не сказать ободрать, российский бизнес. Источники в правительстве сообщают, что эти сборы включат в налоговый кодекс. Вот и первый вице-премьер Игорь Шувалов заявил, решение по вопросу регулирования неналоговых платежей Кабмин совместно с Госдумой примет в ближайшее время. Мы договорились, что постараемся с законодателями, с Госдумой в ближайшие месяцы урегулировать вопрос, касающийся более 80% платежей, который заботят представители бизнеса. С каждым годом фискальные тиски для отечественного бизнеса сжимаются все сильнее. За минувшие три года существенно выросло число формально неналоговых платежей и сборов. Минфин не скрывает своей задачи изыскать скрытые резервы, а попросту выжить все жизненные соки из предпринимательского сообщества. Эксперты сходятся во мнении, что это походит на ощипывание гуся, в котором уже еле теплится жизнь. У немцев есть такая поговорка о том, что есть такое даже соревнование, конкурс, как ощипать гуся так, чтобы он не пищал. Вот нашим налоговым органам проще ощипать мертвого гуся. И не дергается, и не мешает ощипывать. Задрать ставки для бизнеса будет куда проще, когда тот же утилизационный сбор включат в налоговый кодекс. Правительство хочет провернуть операцию под предлогом повышения платежной дисциплины. Однако не нужно быть экспертом, чтобы понять, что основная задача – ощипывание бизнеса на правовой основе. Вроде бы как не происходит увеличение налогооблагаемой базы, но при этом есть явное увеличение нагрузки, реальной нагрузки налогоплательщиков. Видимо, остаться уже в рамках действующих норм налогообложения уже не получается. А собирать деньги все равно с бизнеса надо. То есть потихоньку происходит та или иная ползучая ситуация с нарастанием налоговой нагрузки на бизнес. Сразу зажимают бизнес. Естественно, часть бизнеса уходит или в тень, или разоряется. Налоговая облагаемая база по факту еще больше снижается, налогов становится меньше, налоги снова повышают. И так будет до тех пор, пока все не вымывают. Сами представители бизнеса не раз выступали против внесения косвенных платежей в налоговый кодекс, поскольку в этом случае резко вырастет административная нагрузка, а также появится уголовная ответственность за их неуплату. К примеру, станут возможны блокировка счетов, уголовное преследование и взыскание задолженности с учредителей. Не нужно думать, что бизнес заинтересован только в том, чтобы не платить налоги. Было бы, наверное, преувеличением, считая, что мы такие безответственные. Речь идет о том, чтобы добросовестный налогоплательщик имел возможность, как говорится, повышать свою деловую активность, вносить вклад в восстановление и поддержание устойчивого экономического роста. Мы считаем, что без таких серьезных шагов в деле улучшения делового климата выйти на темпы роста выше 1-1,5% достаточно затруднительно, если вообще возможно. Проф. участники заявляют, если и можно говорить о каком-то развитии рынка в нынешних экономических реалиях, то это не благодаря, а вопреки. Фискальный режим, действующий в стране, уже можно по праву считать разрушающим. За первые два месяца года в России было ликвидировано около 900 тысяч компаний малого, среднего и крупного бизнеса. Минфину этого мало. До формирования нового состава правительства господин Силуанов хочет успеть провернуть очередную пакость. Вот очень сложный момент, на самом деле, господа. Во-первых, напомню, здесь Михаил Делягин, в самом студии прямого эфира. С одной стороны, вот действительно, все новеллы идут от министра финансов. Ну, он курирует данные вопросы. С другой стороны, я не могу сказать, что Силуанов Антон Геннадьевич ведет себя, ну, совсем по-скотски. Вот как раз он ведет себя очень по-джентльменски в этой ситуации. Вот после этого совещания, 21 марта, от которого, кстати, попытался отгородиться Дворкович, вице-премьер, министр финансов был вызван на этой неделе к президенту. После встречи с президентом он вышел и сказал, что концептуальных налоговых изменений не будет, но мы будем шерстить, что называется, льготный налоговый режим. Вот сейчас взгляд Михаила Делягина. Значит, концептуальных изменений не будет. Это значит, первое, вот эта вот идея 22 на 22, когда будут повышать НДС, понижать обязательные социальные взносы, а потом деньги из федерального бюджета перекидывать в бюджетные фонды, то есть вот так. Да, налоговая нагрузка, фискальная нагрузка на бедных, она снизится, но снизится не критично для них. То есть это не будет способствовать массовому выходу людей из тени. То есть это усложнение системы, плюс к этому рост НДС, это рост цен. То есть это безумие, этого безумия не будет. Второе, скорее всего, не будет отмены социальных льгот по НДС. Это лекарство, это детское товар, детское питание, и это социально значимые товары. Что в наших условиях означало бы рост цен на эти товары, даже в условиях бедности людей. Этого не будет тоже. Незуитский ход Дворковича, который дал заведомо провальное интервью, сказал, я не вижу разницы между 13 и 15 процентами. Да, если бы я 2 миллиона рублей в месяц получал, я бы тоже не видел, наверное. Но, но, в чем здесь дело? Это способ дискредитации хорошей идеи. Показать ее так, чтобы вызвать негодование, дискредитировать ее. Потому что идея эта в конце прошлого года обсуждалась, что 15 процентов с доходов от 7 до 10 миллионов рублей. То есть более полумиллиона рублей в месяц по любому, более 580 тысяч по любому. И введение необлагаемого минимума, причем явно не в размере, там 100 или 200 рублей. Первая часть отпала. Первая часть отпала. И, судя по всему, вторая часть отпала тоже. То есть им удалось, похоже, торпедировать идею, пусть даже такого слабого, введение шкалы прогрессивного налога. Очень просто сказать президенту Путину, что все в едином порыве осуждают Дварковича, который эту идею начал озвучивать. То, что он ее озвучил в заведомо, так сказать, дискредитирующей ее форме, это, так сказать, нормально. Но при этом, вы знаете, Михаил Геннадьевич, накануне я общаюсь в прямом эфире с представителем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, который накануне предложил вести такие прогрессивные шкалы, заявив, что с тех доходов, которые имеют депутаты Госдумы, они должны хорошие деньги платить. То есть там действительно не 13%. 420 тысяч рублей. 420 тысяч. Международный балл. И вспомнил господин Аксаков и министров, и вице-премьеров, сказав, что там тоже этот налог надо резко поднять, потому что доходы серьезные. И он сослался на Силуанова, что Силуанов то ли кулуарно, то ли без камер, ну как-то чуть ли не положительно отозвался о возможности введения хотя бы элементов. Прогрессивные шкалы налога обложения. Силуанов нормальный человек. И он мог об этом позваться кулуарно. Но в ситуации, когда есть вся либеральная тусовка, объединенная, объединенная, могут и в физическом смысле замочить. Вы посмотрите, сколько они денег, так сказать, легализуют на самом деле. С этого платить честный, прогрессивный налог даже 20%. Извините, это реальные потери. Реальные даже для них. И когда спрашивают людей, либералов, почему вы не хотите сделать, как во всем мире, что они отвечают? Они отвечают, ну ведь тогда богатые люди не будут платить налоги. Да, потому что они сейчас убегают даже во Францию, даже во Францию, где налоги выше, чем у нас. При этом олигархи понимают и соглашаются тоже в кулуарах, что прогрессивная шкала нужна, ну как называется, давайте поторгуемся. Теперь. Вы, это нам, единственная категория, которая категорически против прогрессивной шкалы обложения доходов из лиц, это сами либеральные реформаторы. И когда они говорят, каждый из них по отдельности, что кто-то там другой не будет платить налоги, и когда они говорят, вот все дружно, это звучит так, мы не будем платить налоги. Это они говорят про себя, что мы не хотим налоги платить этой стране и не будем. Америки будут, Великобритании будут, Франции будут, кому угодно будут, России не будут. Вот что называется продолжение темы. Еще одна важная новость, собственно, этой недели и рассматривает возможность дальнейшего изменения в части денежно-кредитной политики. Российский Минфин рассматривает возможность изменения своей политики в части инвестирования денежных средств Фонда национального благосостояния. Об этом на этой неделе заявил глава ведомства Антон Силуанов. Деньги фонда, который собирался в тучные годы при нефти дороже 100 долларов за баррель, а теперь вновь пополняется за счет дополнительных нефтегазовых доходов могут быть направлены в рисковые активы, акции, облигации и другие ценные бумаги фондового рынка. Необходимо отметить, господин Силуанов отметил, чтобы средства ФНБ позволили стране выдержать снижение цен на нефть примерно до 30 долларов за баррель, то ли прогноз, то ли знание дела. Размеры резервной части фонда будут считаться комфортным, если даст бюджету возможность выполнять все расходные обязательства в течение трех лет при цитата существенном снижении нефтяных котировок уточнил министр. Я напомню, на 1 января ФНБ осталось 3 триллиона 700 миллиардов рублей или около 65 миллиардов долларов. Из этой суммы 506 миллиардов было вложено в инфраструктурные проекты, которые декларируются как самоокупаемые. Все-таки, Михаил Геннадьевич, вы сегодня уже неоднократно сказали, что Силуанов профессионал. Вы допускаете эффективность использования денежных средств Фонда национального благосостояния через рисковый актив? Это все-таки рисковые операции? Покупка акций, облигаций, даже если вы тяжелые бумаги будете брать, то у вас там доходности не будет? Вы знаете, доходность в любом случае будет низкая, потому что все равно будут доминировать идеи сохранения денег. Но он потрясающим образом лукавит. 3 триллиона 750 миллиардов, грубо говоря, это Фонд национального благосостояния, а всего было 6,2 триллиона на 1 января неиспользуемых остатков средств. Потому что они перестали деньги из федерального казначейства перекладывать в ФНБ. С одной стороны, купленную валюту там чисто бухгалтерски, они ввели такие правила, что только через год можно переложить. Она должна валяться в федеральном казначействе. А с другой стороны, они не хотят выводить деньги из страны. Это позитив, а с другой стороны, позволяет им преуменьшать имеющиеся у них бюджетные резервы. И это безумие. У нас за два месяца сфера дохода федерального бюджета за январь-февраль 400 миллиардов больше, чем за весь прошлый год. У нас за два месяца не используем остатки средств. Выросли на 800, почти на 800, 799,9 миллиардов миллиардов рублей. Составили 7 триллионов рублей. 7 триллионов. А они говорят не о резервах. Они говорят только о ФНБ, чтобы объяснить всем, денег нет, а вы держитесь. Они в деньгах захлебываются, а вы, ребята, держитесь. Потому что фундаментальная задача либерального клана не допустить возможности развития России. Потому что либерал это не ругательство. Либерал это человек, который исходит из того, что государство, в том числе российское, должно служить не народу, даже американскому, а должно служить глобальным спекулянтом. И официально глобальному бизнесу. И если здесь начнется какое-нибудь развитие, из него, не дай бог, вырастет какой-нибудь конкурент западному бизнесу, и где тогда будет тот министр финансов? Что с ним сделают, так сказать, представители глобального бизнеса? Отправят в отставку. В лучшем случае. Я бы не сказал. Я бы не сказал. Скорее, вполне могут сделать очередным скрипалем. Легко.